Молодые семьи в центре внимания. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на необычном мероприятии в Северном парке – семейном пикнике, который впервые прошел в нашем районе. Подробности в нашем репортаже. Веселые испытания для представителей 11 клубов молодых семей со всего Славянского района прошли в Северном парке. Папы, мамы и дети перетягивали канат сосиску, всерьез боролись в костюме сумоистов с соперниками на татами, бежали всей семьей на специальных лыжах, выбивали очки в мега-дартсе и скакали на искусственных пони к финишу. Все эти состязания потребовали от участников слаженных действий и немалых усилий, но принесли самые положительные эмоции. Победители были награждены грамотами и настольными играми «Морской бой». В числе победивших была и семья Дорощук из городского клуба «Ежевика». У нас отличное настроение, мы вообще очень спортивная семья, мы вообще принимаем участие во многих таких мероприятиях, любим заниматься спортом. Вообще нам все понравилось, организация на уровне и мы полны классных эмоций. Молодым семьям была предложена очень интересная и насыщенная программа в формате семейного пикника, где были информационно-просветительские занятия. Проводим мероприятия для молодых семей, для их детей. Здесь, на Северном парке и в Доме молодежи приехали специалисты, которые проконсультируют наши семьи, психологи, врачи, для того, чтобы, скажем так, облегчить будни нашим молодым семьям, ответить на какие-то насущные вопросы, которые касаются семейного устройства, жизни. Был проведен и мастер-класс по выпечке хлеба из бездрожжевого теста. Всех желающих угостили домашним хлебом. Также были раскрыты секреты изготовления брошей бутоньерок из атласной ленты. Молодые славянцы тепло встретили краснодарских экспертов. В их числе были врач-герматовенеролог, психолог, специалист отдела информационной безопасности. Спасибо большое Славянскому району за то, что стали первыми, за то, что приняли нас. Сегодня потрясающая погода, отличный Северный парк, много активностей, именно семейных. Сегодня мы приехали с лучшими специалистами. Это и психолог, это и региональное отделение Лиги безопасного интернета. Это ни для кого не секрет, что у нас век цифровизации, и мы все зависим от телефонов. Вот как это сделать, чтобы было это все полезно. Вот сегодня мы об этом разговариваем честно, открыто, с родителями, с детьми. Руководитель Кубанского отделения Союза православных женщин Наталья Виноград рассказала о деятельности Союза на территории края. Мы стараемся все вместе воспитывать наших детей, воспитывать в настоящих семейных ценностях, наших традиционных ценностях. Я делаю просветительскую работу. Может быть, вы слышали, что в регионе осенью проходила акция «Белый цветок». Мы были организаторами этой акции. 400 школ нашего региона провели уроки милосердия. Пожалуйста, всегда откликайтесь, всегда приводите своих близких, чтобы мы жили в одном, наверное, поле любви. И учились потихонечку проявлять внимание друг к другу и к ближнему. Один из самых актуальных вопросов – обеспечение безопасности детей. В первую очередь в интернете. Мы стараемся рассказать, как ребенку не попасться на удочку мошенников, как ему быть в условиях кибербуллинга, когда ему пишут какие-то комментарии нехорошие, так или иначе, каким-то образом пытаются булить в интернете. Мы стараемся рассказать, ну, уберечь ребенка от интернет каких-то опасностей. Но, помимо всего этого, мы также рассказываем о обычной безопасности, которую тоже не стоит забывать, о том, что дети, безусловно, должны знать несколько телефонов своих родителей наизусть, потому что, к сожалению, мы понимаем, что телефон выключился, потерялся, ребенок где-то потерялся, он не знает, как связаться со своими родителями. Выступления экспертов заинтересовали приглашенных на мероприятие. У собравшихся были вопросы, на которые они получили ответы. Хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия. Очень интересные конкурсы, очень полезные для молодых семей. Особенно понравились конкурсы, которые проходили в нашем красивом Северном парке. И понравилась лекция, которую мы посетили с психологом. Очень интересные, актуальные темы были затронуты. Итак, пилотный проект семейного пикника успешно проведен в нашем городе, и затем он будет реализовываться по всему краю. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».